Как только открываются двери центров обслуживания населения, здесь выстраивается длинная очередь. Абдулла Саид Маматов приехал, чтобы получить загранпаспорт для своих детей. Кроме большой очереди претензий к службе у него нет. Загранпаспорт оформили за 882 сома за каждого ребенка. Вся процедура оформления документов проходит быстрее, чем раньше. Тогда приходилось бегать по разным инстанциям и собирать документы. В настоящее время в связи с началом каникул усилилась работа по получению паспортов для детей школьного возраста, для выезда за границу и оформления документов по легализации домов. Несмотря на то, что по всей стране функционирует 34 центра обслуживания населения, в некоторых отдаленных селах проблема все еще остается актуальной. В городе еще более-менее 4 цона, которые сегодня обслуживают город, и практически люди могут приезжать в других регионах и обслуживаться здесь. Вопрос один только. Не в качестве даже обслуживания, а вопрос в очередях, которые сегодня создаются в этих цонах. Но основной вопрос опять же регионы. Мы должны побольше открывать в регионах, потому что все люди с регионов приезжают в Бишкек, и поэтому здесь такие большие очереди. Мне кажется, еще надо чуть-чуть времени, год-два, и эти все проблемы будут сняты. Во время посещения депутатов в ЦОН большинство граждан сжаловались на задержки с получением документов на жилье и очереди. По закону все соответствующие документы должны быть изготовлены в течение недели после сбора всех документов. Основная задача наша, чтобы наши граждане, нашего государства, чтобы не стояли в очереди, не теряли свое время, а приходили и сразу же брали тот документ, который им нужна. Конечно, еще работа не будет оставляться. ЦОН – это тоже старое направление, мы от него тоже будем уходить, но сегодняшний день не хватает инфраструктуры. Первая задача МЦР – обеспечить в этом году, поставить коренную основную инфраструктуру, в последующем уже переходить к все в онлайн пространстве. Когда мы пришли в 88-й, у нас 36-й номер был. Ждем и надеемся, сейчас быстро попадем. Жалоб нету. Решается все быстро. Я и сам из Казахстана, но вы работаете, наверное, быстрее, чем наши коллеги. За два года в ряде отдаленных районов, таких как Араван, Тюб, Карасу, Атбаши, были открыты центры обслуживания населения. Граждане могут обратиться во все близлежащие ЦОНы, независимо от места жительства, и получать нужные им документы. А с недавних пор граждане могут оплатить госуслуги в ЦОНах, используя QR-код. Национальная платежная система Элькарт запустила удобный сервис, позволяющий произвести безналичный расчет при получении документов без простаивания в очередях.